Громкий Дэн летел на космическом корабле, то есть на летающей тарелке, и он был просто прекрасен. Он не понимал, что он делает, он не понимал, на какие кнопки он нажимает, он не понимал, куда направлялся его корабль. Но самое главное, что громкий Дэн уже давно покинул Солнечную систему. Громкий Дэн мчался на такой скорости, которую и вообразить себе не мог. Громкий Дэн летел так быстро, что звезды превращались в линии. И громкий Дэн был настолько хорош у этих самых полетов, что он даже и подумать не мог, что он так хорош. Конечно же, для того, чтобы понимать всех окружающих инопланетян, громкий Дэн надел один из тех самых металлических жилетов, которые носили его враги, убитые бутылками только что. И, конечно же, громкий Дэн тоже потыкал по кнопкам и смог разобраться с тем, как работают данные технологии. Для громкого Дэна это не составляло никакого труда. Громкий Дэн отлично понимал, что он человек из новой эпохи, человек совершенно другого уровня, что он человек, которому удалось превзойти все границы, которые только может себе представить. Ведь громкий Дэн мог не только кричать, но и теперь он мог путешествовать по открытому косму. И вот, громкий Дэн долетел до одной из планет на окраине нашей галактики. Он оказался здесь по какой-то случайности, потому что его сюда забросил этот самый летающий корабль, на котором он управлять, по сути, и не умел. И вот громкий Дэн вышел из корабля и обнаружил, что он оказался в городе Сиэтл, где он и родился, кстати. Когда он вышел и обнаружил вокруг большое количество людей, он удивился. Потом громкий Дэн снова зашел в свой корабль, посмотрел на панель с картой, и на панели с картой было показано, что он находится на окраине галактики, чего быть, собственно, и не могло. Громкий Дэн оказался в городе Сиэтл, где он и родился, но при этом вокруг него... Вокруг него и был город Сиэтл. Он вышел, он увидел город Сиэтл, он увидел обычных людей в городе Сиэтл, которые разбегались от летающей тарелки. Но при этом, как бы, город-то был городом, но он был абсолютно таким же, как и тот город, с которого громкий Дэн выбрался. Громкий Дэн прокричал... «А-а-а-а! Почему? Что я здесь делаю? Где я? А-а-а! А-а-а!» И, конечно же, он вспомнил слова своего отца. «Сынок, в Сиэтле живут только пидорасы». «Папа, но мы же живем в Сиэтле!» Ты правильно меня понял, сынок? Ты правильно меня понял? Эти слова засели в сердце маленького громкого Дэна. Но тогда он не так хорошо их понимал. Потому что эти слова все еще не дошли до его разума. Сердцем можно понимать многое, но если ты не понимаешь что-то разумом, то можно просто взять и остановиться. Громкий Дэн был человеком великим. Великим. Громкий Дэн был человеком хорошим. Громкий Дэн был человеком громким, в конце концов. И таким образом Громкий Дэн обнаружил, что со всех сторон вокруг съезжаются военные. Эти самые военные достали пистолеты и автоматы и направили их на Громкого Дэна. А у Громкого Дэна не было какого-то другого выбора. Он мог просто поднять руки. Он не поднял руки. Потому что Громкий Дэн был самым свободным человеком из всех, которые когда-либо жили в городе Сиэтл. Потому что Громкий Дэн всегда был человеком, который принимал решения сам. Он никому бы не позволил поставить его в неприятную ситуацию. Потому что Громкий Дэн всегда знал, чего он хочет. Громкий Дэн был готов броситься в бой. Громкий Дэн сжал кулаки и помчался на военных. Но автоматная очередь, автоматная очередь. В него начали стрелять. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Генерал прокричал «Убить его! Убить! Это инопланетянин, который хочет казаться человеком!» Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Пули-пули-пули летели в Громкого Дэна. Но Громкий Дэн обнаружил, что вокруг него из-за брони, которую он надел, образовался барьер, и пули отскакивали в разные стороны. удивительно но почему же тогда бутылка не отскакивала и тут громкий дэн достал из своей жопы бутылку и просунул ее сквозь барьер и тогда он понял что сквозь этот барьер может пройти только стекло и больше ничего этот барьер пропускает сквозь себя только возможно прозрачные объекты или только лишь стекло не до конца понимал этого дэн но он приблизительно осознавал что происходит именно поэтому он вооружившись бутылками тогда и смог победить инопланетян а эти люди стреляющие в него из автоматов даже из одного пулемета вообще-то пусть пулемета да не могли даже поцарапать громкого дэна громкий дэн сказал генерал заметил у этого инопланетянина что-то не так с речью этот инопланетянин его нужно убить убить дайте мне мою базуку базуку хочу и вдруг ему выдали базуку он положил базуку к себе на плечо нежно обнял ее ладонью потом взялся второй рукой за плечок спусковой нажал его но ничего не случилось потому что базука не была заряжена так вот рядовой сказал генерал вообще-то мы не зарядили на генерал ответил я просто проверяю работает ли спусковой крючок а понятно вы думали заряжайте быстрее так вот военные зарядили базуку и генерал смог направить ракету прямо в громкого дэна ракета летела с невероятной скоростью но громкий дэн не боялся его что нихуя не понимал честно говоря громкий дэн ничего не понимал громкий дэн просто стоял и кричал ракета врезалась в барьер пыль поднялась стало темно гарь огонь и все такое и громкий дэн обнаружил он полностью жив он не был поврежден от этого собственно взрыва громкому дэну было полностью плевать на атаку таким смертоносным оружием и тогда громкий дэн сделал несколько уверенных шагов вперед военные продолжали обстреливать его а генерал кричал стреляйте по нему только так вы сможете остановить этого инопланетянина мы не дадим инопланетянам захватить нашу планету слава городу сиэтл слава президенту обаме слава май маме слава всем слава америке слава короче со всех сторон пули взрывы гранаты и летели в громкого дэна но ничто не могло его остановить и тогда громкий дэн понял что он находится в очень странной ситуации громкий дэн понял что инопланетяне открываются под личинами людей и тогда громкий дэн разбежался и врезался в генерала он ударил его своей головой прямо в грудь и поскольку вокруг головы громкого дэна находился барьер грудь генерала была пробита насквозь окровавленный генерал упал на асфальт и очевидно было что он являлся человеком он являлся обычным человеком и тогда громкий дэн понял то он убил человека и ему было похуй потому что это был громкий дэн громкий дэн во вьетнаме пил много людей он убил много гуков ему было плевать громкий дэн в иране убил много иранцев ему было плевать громкий дэн даже участвовал на войне со стороны украины убил много русских ему было плевать потому что громкий дэн участвовал во всех войнах потому что громкий дэн был безразличен к смертям людей потому что громкий дэн был тем самым человеком который в душе своей понимал что нужно либо убивать либо быть убитым поэтому громкий дэн кричал и своими барьерными кулаками разбивал головы солдатам солдаты отстреливались но не могли ничего поделать громким дэном громкий дэн превратил их всех в большую массу большое кровавое месиво и они все смотрели на громкого дэна перед своей смертью и слушали его павлиное пение а он кричал и бил их бил бил своими кулаками пробивая их кожу пробивая их черепа пробивая грудные клетки он ударил ладонью отрубал им руки отрубал им ноги вокруг оставались либо мертвые либо коллеги и только так мертвый дэн мог убедиться в том что вокруг него были именно люди они инопланетяне и тогда громкий дэн понял что ему нужно лететь в родной город вашингтон где он и родился громкий дэн сел на летающую тарелку нажал на кнопку и полетел летел он долго и в итоге оказался в городе вашингтон как ни странно тарелка доставила его в нужное место на этот раз громкий дэн оказался напротив белого дома он кричал обама вышел из белого дома он сказал мужчина кто такой я громкий дэн я пришел остановить тебя остановить тебя ты злой инопланетянин который починил нас всех обама содрал свое лицо а под этим лицом была морда инопланетянина с одним большим глазом посередине и маленьким ртом инопланетянин спросил как ты узнал громкий дэн ответил но инопланетянину было совершенно непонятно потому что инопланетянин был обычным инопланетянином он не мог познать все тонкости размышлений громкого дэна громкий дэн своей невероятной интуицией смог понять что на этой планете которая копировала землю правил инопланетянин но для чего он это делал было непонятно и тогда инопланетянин решил рассказать о том что он я развожу здесь людей потому что люди это главный источник пищи на моей планете мы едим их здесь воровать их с обычной земли не представляется возможным потому что у вас по-своему устроена система паспортный контроль на сразу начнут искать неудобно но здесь мы сделали точную копию земли с городом вашингтон и с президентом в виде меня и я могу регулярно оставлять людей которых мы здесь размножаем на свою планету и тогда жители моей планеты они могут наесться они могут почувствовать себя лучше они могут стать свежее человеческое мясо что может быть более вкусным расскажи мне уважаемый человек ничего меня больше всего удивляет что ты представитель такой примитивной цивилизации как человечество оказался здесь меня удивляет что ты по сути находящийся на уровне скота долетел до этой планеты и раскрыл самое интересное дело за всю историю как ты мог ведь по сути то по сути ты не выглядишь даже самым умным из людей то есть ты действительно сейчас взял и накрыл самую самую жестокую планету с рабством где людей выращивают как скот ты раскрыл это дело а мы скрывали это от мировых цивилизаций галактических и вселенских никто не знал что мы здесь находимся наша рабская человеческая планета на окраине галактики она просто существует здесь и о ней никто не знает кроме тебя и в итоге ты человечек смог все раскрыть как так мертвый точнее громкий Дэн вспомнил слова своего отца если видишь пиздобола сынок пизди его пизди пиздобола как отец тебе говорю папа ну ты же обманул маму отпизди меня отпизди меня сынок отпизди меня отпизди прошу тебя я заслужил это твоя мать она не заслуживает такого мужа как я блять я я обманул ее да я переспал я переспал с ней нахуй я переспал с ней с несовершеннолетней девушкой блять да но не с твоей старой жирной матерью блин да сынок этой девушке было 17 лет я с ней переспал блять потому что она молодая и красивая сын я не мог ничего с собой поделать твоя жирная и страшная мать это человек которому я всю свою жизнь доверял да мы родили тебя и больше никого потому что трахать твою мать это больно но сын я предал твою мать я предал твою мать ради баб ради баб я предал мать твою да громкий Дэн вспомнил это событие из своей жизни ему стало немного грустно но он понял что пиздобола надо отпиздить и увидев инопланетянина и своего отца громкий Дэн разбежался и со всех ног вкатился блин в грудину этого ублюдка инопланетянин был пробит насквозь он не ожидал того что громкий Дэн своими барьерными ногами уничтожит его громкий Дэн стоял перед белым домом и внезапно со всех сторон на него побежали большие черные охранники лысые множество черных лысых охранников окружили громкого Дэна и наставили на него пистолеты один из них сказал йоу мазафака йоу ты че ты че охуел блядь ты это ёптовая мать ты убил нашего сука блять президента сука ёптовая мать сука блять йоу 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 я сейчас зачитаю фристайл про то что ты убил нашего президента ёпта а ты должен сука это блять пора слушать все йоу 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 я настоящий сутенер ты убил моего папочку я тебя не люблю я тебя побью броу 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 мои братья на улице умирают мы живем в бронксе мы любим коксы у нас есть кортни коксы мы любим чпокаться с девчонками с большими жопами такими бородатыми клевыми негритяночками у них большие соски сиськи блять письки у них сосочки такие черные а ты говоришь что я просто я какой-то убогий но ты не знаешь меня я настоящий бро я расхуярю тебя мой президент барак обама твой президент твоя блять мама йоу ха громкий дэн закричал Отъебитесь! Но они не отъебывались Рэпер-охранник продолжал Зачитывать свой фристайл Когда твоя мама тебя родила То она нихуя, блядь, не поняла Когда твоя мама тебя родила То плакала нахуй Вся страна Ты как ебаный Форест Гамп Я объебанный Не знаю, негр, брат Я крутой чувак, моя крю Окружила тебя, камон Мы вместе с Бараком Обамой Рэпчик считали в Белом доме Он привел сюда свою крю И мы вместе ебали маму твою Йоу! Неожиданно громкий Дэн Почувствовал знакомый запах Это был запах крека Запах крека Разносился во все стороны От всех этих темнокожих мужчин Удивительно Что эти обкурыши Вообще защищали президента Барака Обаму Который в итоге был инопланетянином Да И вдруг И вдруг они начали стрелять И кричать Мы гангстеры! Мы гангстеры! Бам-бам-бам! Закусывая курочкой KFC во время выстрелов Они продолжали отстреливать бедного Громкого Дэна Но громкому Дэну было плевать Потому что на нем была надета непробиваемая Барьерная броня Которая останавливала Отбрасывала в стороны пули И громкий Дэн отлично понимал Что он самый сильный Человек из всех Он выдержит Он выдержит и этот удар И другой удар И любую атаку он выдержит Потому что громкий Дэн Это настоящая гордость человечества Громкий Дэн Это человек, который готов на все Громкий Дэн Это человек, который пройдет огромный путь И победит всех вокруг Он бросился на своих врагов И начал разбивать их своими барьерными кулаками И эти враги, они умирали Один за другим Один за другим они умирали И превращались, что самое главное, в инопланетян И тогда громкий Дэн Понял Тогда громкий Дэн понял Что на самом деле Все темнокожие люди на этой планете Являются рабовладельцами инопланетянами Которые поработили Азиатов и белых И всех остальных Собственно Чтобы есть их Чтобы есть их И в этом плане Конечно же Громкий Дэн осознал Что он спасает человечество Убивая Чернокожих рабовладельцев Которые заставляли белых людей Быть обычным Пушечным мясом Но как белый человек мог быть пушечным мясом Спрашивал громкий Дэн Да честно говоря Никак Именно поэтому Громкий Дэн Стремился к тому Чтобы освободиться И освободить все человечество От гнета Злобных Темнокожих Рабовладельцев Инопланетян Потому что именно под них И замаскировались Эти самые людоеды Громкий Дэн Убивал Потрошил Отрывал головы Пробивал Насквозь Он двигался так быстро Как только мог К сожалению Для них Для этих Темнокожих Рабовладельцев Громкий Дэн Был настоящим Бойцом Его Руки Как пули Он как Мухаммед Али Жалил И жалил Он даже не порхал Он просто жалил Без остановки Только жалил Как пчела В этом и была Вся фишка Громкого Дэна Громкий Дэн Обладал Такой невероятной силой Такой невероятной скоростью В этой броне Что его никто Не мог остановить Его боялись И боялись Заслуженно И вот Громкий Дэн Уничтожив Огромное количество Своих врагов Отправился К летающей тарелке Он сел внутрь Посмотрел Вокруг И осознал Что Его окружали Какие-то долбоебы Он тяжело выдохнул Нажал на кнопку И полетел Летающая тарелка Взмыла в воздух Громкий Дэн Крылся за облаками Он больше не хотел Находиться на этой планете И вообще он не любил Свой родной город Сиэтл Да и Вашингтон Тоже его родной город Он не любил И вот В космосе Громкий Дэн Вспомнил слова Своего отца А отец Говорил Как я ненавижу Всех этих темнокожих Они занимают Наши рабочие места Сынок А ведь я Я мог бы Быть Работать на заводе Но никто не берет Потому что там работают Эти самые темнокожие Я никому не нужен Сын Кто из этих негров Они Заняли рабочие места А кто А кто они такие-то Ну разве Разве я Обычный американский парень Не могу выполнять работу Так же хорошо Как они Я ж Нормальный мужик Сын Я ж нормальный мужик И руки у меня Может быть и не золотые Но рабочие Я бы хотел Знаешь Чтобы Деньги Были у нас В семье Сынок А ты Ты мой сын И я тебя люблю Я хочу Чтобы ты был Тоже богатым Чтобы мы все работали На заводе Всю свою жизнь Чтобы вот этих вот Всех негров Их чтобы Ну ты понимаешь Ну не было У нас в Америке Предлагаю Взять Катапульту Перебросить их всех В Африку Да Отец Дэна Был тем еще нациком И Очень сильно Не любил Афроамериканцев Но мы это Глубочайше Осуждаем Но громкий Дэн Воспитывавшийся В такой семье Он этого не осуждал И он не понимал Что его отец Был просто Обычным Проклятым Расистом Иногда Когда отец Приходил домой После собрания Других американцев В белом колпаке Приходил домой Конечно же Громкий Дэн Не понимал Что его отец Является частью Куклус-клана Конечно же Если бы громкий Дэн Хотя бы на секунду Осознал Что его отец Просто проклятый Расист Который пытается Компенсировать Собственно Своё убожество С помощью Вот этого самого Расизма То он никогда бы Не вспоминал Его слова Но все же Этого мужчину Громкий Дэн Уважал Что отец Воспитал его Таким Каким громкий Дэн Был Таким смелым Таким сильным Таким решительным И вот Громкий Дэн Пролетая через весь космос Снова Оказался на одной из планет Это была Очень большая планета Полностью покрытая водой На воде находились Гигантские города Построенные не на островах А непосредственно На самой воде Это были Плавучие города Громкий Дэн Приземлился В одном из таких городов И увидел Что там Живут Разумные осьминоги Ну правда Это не такие осьминоги Которые были на земле Более крупные осьминоги И осьминоги Носили одежду И на концах Их щупальцев Находились полноценные ладони Что делало их Конечно же Очень странными Причем Пальцы Этих самых ладоней Они все были Щупальцы Ну состояли из щупалец Они были без костей И могли Собственно Сгибаться В любую сторону И разгибаться Что делало их моторику Более тонкой Чем у людей Осьминоги Увидели громкого Дэна И один из них Подошел И спросил у него Слушай Малой А ты че тут Это делаешь Ты кто такой вообще Громкий Дэн ответил Аааа Я громкий Дэн Ааа Осьминог Такой на него посмотрел И сказал Ооо Человек что ли Ну мы слышали Про людей Да Люди Это Вроде бы Деликатес какой-то Стоп А почему Почему еда Тут С нами разговаривает Эй 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 Ребят 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 Подойдите сюда Смотрите Тут еда Почему еда С нами разговаривает Я не понимаю Еда Сказал какой-то другой Осьминог Действительно Еда Стоп То есть С планеты Земли 2 Нам поставляют Да Да Вот Да Нам с планеты Земли 2 Поставляют Обычно Людей Что человек Сделает Здесь Живой Подумал Один Из Осьминогов Может быть Это Такое Блюдо Подхватил Третий Осьминог Блин Мы же Можем Съесть Его Заживо Да Это Интересная Идея Подумали Сказали Осьминоги И они Начали Окружать Громкого Дэна Чтобы Съесть Его Громкий Дэн Вспомнил Слова Отца Слушай Сын Если Тебя Окружают Осьминоги Возможно Ты выпил Слишком Много Я Вот Выпил Слишком Много И Обосрался Ну И ладно И что С того Я Не стыжусь Этого Потому Что Лучше Обосраться Чем Не допить А перепить Невозможно Даже Если Ты Обосрался Понимаешь Сынок Именно Поэтому Я Хочу Сказать Тебе Одно Если Тебя Окружают Осьминоги Значит Ты Перепил А Если Ты Перепил Значит Ты Все Сделал Правильно Осьминоги Набросились На Громкого Дэна Но Громкий Дэн Мощным Ударом Уничтожил Одного Из Них От Осьминога Осталось Буквально Несколько Ножек Которые Разлетелись В разные Стороны Остальные Осьминоги Отступили Назад Один Из Их Сказал Кажется Это Не еда Второй Подхватил Ну 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 Да Стойте Стойте Уважаемые Давайте Не будем Горячиться Давайте Не будем Убивать Осьминогов Давайте Пройдем Вместе С нами Пойдемте 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 К мэру Нашему Пойдемте Пообщаемся Наш мэр Может быть Вам Что-нибудь Расскажет Громкий Дэн Крича Вот так Аааа Пошел за осьминогами. Они довели его до, собственно, большого здания, в котором как раз и находился мэр. Мэр увидел громкого Дэна и сказал «Так, кто это тут у нас? Кто это тут у нас? Какой-то человечек. Какой-то человечек тут. И этот человечек очень плохо поступил с одним из наших осьминогов. Слушайте, человечек. Тут есть одна проблема. Таких вот человечков нам поставляют с планеты Земля-2. И мы их обычно кушаем, как вы понимаете. А вы очень-очень похожи на тех самых человечков с планеты Земля-2. И в целом вы у нас такие вот выступаете в качестве питания. Понимаете? Громкий Дэн вы себя называете. Да, громкий Дэн. Ну, пусть будет громкий Дэн. Хорошо. Так вот. Смотрите. У меня тут есть одна проблема. Да, вы очень сильный. Мы не хотим с вами конфликтовать ни в коем случае. Но будем честны. Мы вас, собственно, это таких, как вы, убиваем. Это правда. Но мы как бы купаем вас, мы тратим деньги, мы практически не нарушаем закон. Потому что, ну, в чем нарушение закона в поедании людей? Понимаете? Вы и люди. Это как раз те самые создания, которые заслуживают того, чтобы их съели. Я думаю, все с этим абсолютно согласны. Нету никаких исключений. Почти вся наша планета и вообще все-все инопланетяне в мире согласны с тем, что людей можно есть. Разводить их отдельно, конечно, нельзя, но есть можно. Потому что вы часть довольно примитивной цивилизации. Вы живете в своем примитивном мире. Вы все еще пользуетесь ядерным оружием. Вы можете уничтожить собственно человечество в любую секунду. Вы очень неразумные создания. Соответственно, то есть вы для нас приблизительно как для вас коровки какие-нибудь там, я не знаю, и прочие животные, которых вы сами едите. Ваш уровень разумности по сравнению с нашим находится на таком уровне. Мы-то ядерное оружие уже давно утилизировали. Просто вот как только оно появилось, мы так сразу же его утилизировали и превратили в ядерные двигатели, которые использовали на протяжении многих лет для того, чтобы снабжать наши города. А потом мы перешли на новые источники топлива, которые вообще намного лучше, чем ядерные. А вы на людишке угрожаете друг другу расправой, потому что вы примитивные, агрессивные и злые. Понимаете, громкий Дэн? Заткни, ебало, заткни, блядь, кричал громкий Дэн. Ну, уважаемый, ну, блядь, вы же должны осознавать, что вы говорите это мэру местного города, а мэры здесь у нас это как короли. Я повелитель этого города, я если вот прикажу, то вас нападут полицейские, армия, и вас убьют, вас убьют, просто вас убьют, а зачем бы, зачем бы вообще вы тут делаете вообще, расскажи тебе, пожалуйста, громкий Дэн. Отъебись, отъебись, кричал громкий Дэн. Мэр смотрел на него жалостью и после этого сказал, ну, уважаемый, понимаете, не знаю, если вы тут решили нам отомстить за то, что мы поедаем ваших сородичек, то мы это делаем за деньги, мы платим, мы платим это вполне незаконно, незаконно изготовлять такую пищу, но законно ее покупать и есть никто в мире, ни один инопланетянин, никогда в жизни не будет нас за это морально как-то вот осуждать, никаких последствий для нашей планеты не будет, так что по закону мы все делаем абсолютно правильно, и вы нас не сможете остановить, просто потому, что мы такие люди, мы вот такие люди, точнее осьминоги, мы такие осьминоги, понимаете, вот, вы ничего нам не сделаете, просто ничего, у вас нету ни единого шанса для того, чтобы хоть как-то нам помешать, вот, громкий Дэн смотрел на все происходящее с ненавистью, громкий Дэн понимал, что он не может сделать ровным счетом ничего, кроме убийства этого мэра, и тогда громкий Дэн сорвался с места и схватил осьминога обеими руками, а после этого разорвал его на части, мэр кричал как только мог, вдруг со всех сторон собралась армия осьминогов, осьминоги были вооружены пистолетами по восемь в каждом, не в каждом щупальце, по восемь на каждого осьминога, и все они начали стрелять в громкого Дэна из бластеров, бластеры отлетали от барьерной собственно брони громкого Дэна, громкий Дэн бежал на своих врагов и разбивал их на части, громкий Дэн бегал быстрее осьминогу, потому что осьминоги вообще-то ползали, осьминоги стреляли из бластеров, Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. А громкий Дэн с легкостью принимал на себя все эти удары, а потом мощно атаковал, пробивая их головы своим барьерным кулаком. Громкий Дэн был беспощаден, целая армада осьминогов окружила большой дом мэра. Громкий Дэн вышел на улицу, и его ждала огромная, гигантская, тотальная и абсолютная битва с целой армией вооруженных осьминогов. Вооруженные осьминоги стреляли по громкому Дэну со всех сторон, они палили в него как только могли. И вот ни один из выстрелов не пробил броню. Громкий Дэн разбежался, а бегать он любил и умел. Он бежал так быстро, как только мог, вспоминая слова отца. «Сынок, беги, если я тебя догоню, то дам тебе пиздюлей». И эти слова легли на сердце громкого Дэна, и он понимал, что бегать нужно уметь. Чем быстрее громкий Дэн бежал, тем лучше. Он понимал всю суть своей жизни. У него был смысл, этот смысл заключался в беге. «Беги, громкий Дэн, беги!» — вспоминал он слова отца. «Беги, иначе я тебя отхуярю!» — вспоминал он слова отца. И отец мог его отхуярить в тот момент, ведь отец... отец как раз и видел, как громкий Дэн подглядывал за тем, как он ебал свою любовницу. Громкий Дэн бежал, чтобы рассказать матери об измене. Громкий Дэн был тем еще стукачом в детстве, и отец хотел отхуячить его до полусмерти именно за подобного рода предательство. Громкий Дэн мчался, мчался со всех ног и от отца, и к инопланетянам. Он вспоминал, как отец нагонял его, но громкий Дэн прибавлял ход. Также он прибавлял ход, когда убегал от инопланетян. Бежал к инопланетянам, точнее, да, бежал к инопланетянам. Бедные инопланетяне продолжали стрелять, но это было бесполезно. Смертоносные кулаки громкого Дэна пробивались сквозь плоть этих осьминогов. Он использовал свои руки и ноги для того, чтобы самым жесточайшим образом отомстить этим ублюдкам за то, что они поедают людей. Поедание людей! Сознание громкого Дэна было чем-то ужасающим. Громкий Дэн отлично осознавал, что людей есть нельзя. Всякий поедающий человека проклинает себя на всю жизнь. Проклятые создания не могут жить в этом мире, и поэтому громкий Дэн мстил им. Мстил целой армии вооруженных осьминогов. Он пробивал их руками и ногами. Он не оставлял им ни единого шанса. Он разъебывал их своими мощнейшими кулачищами. Громкий Дэн кричал. А-а-а! А-а-а! Сука, умрите! А-а-а! 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 Убью вас всех! А-а-а-а! И осьминоги поняли, что им не справиться с могущественным громким Дэном. Он был настолько серьезен, он был настолько смертоносен, что никто не мог его остановить. Он был настолько опасен, что ни один осьминог не мог ему ответить. Он был настолько груб, что разрывал на куски осьминожью плоди громкий Дэн. Настоящая гроза всех воинопланетян. Громкий Дэн понял, что инопланетные сообщества используют людей в качестве еды, а не выращивают их на отдельных планетах и продают. Громкий Дэн осознал, насколько плохо к людям относятся практически все инопланетяне. И тогда он понял, что ему нужно убивать, убивать, убивать и убивать проклятых инопланетян. Ёбаные инопланетяне не заслуживают жизни, потому что они предали человечество. Они не признали в человечестве ничего разумного. Они не признали в человечестве истинных, настоящих, живых, разумных существ, которые могут развиваться, которые могут делать что-то хорошее. И тогда громкий Дэн решил стать кулаком возмездия. Он вспомнил слова отца. Отец говорил ему, я буду пиздить тебя столько, сколько захочу, потому что я твой отец. А ты будешь получать, пиздюля, столько, сколько я захочу, потому что ты мой сын. И пиздюля нас связывают. Мой отец пиздил меня. Отец моего отца пиздил меня. Отец отца моего отца пиздил меня. Стоп. Почему все они пиздили именно меня? Боже. Вот же мне не повезло, сказал отец громкого Дэна. Громкий Дэн понял, что все эти пиздюля перешли от отца к сыну. И его тоже пиздил дед, и прадед, и отец. Да и мать его пиздила. Мать матери его пиздила. Все его пиздили. В этом плане жизнь громкого Дэна, она как бы... стала своеобразной эволюцией пиздюлей. То есть, да, одни пиздюля перетекали в другие пиздюля. Пиздюля становились все больше и больше и больше. Все серьезнее, серьезнее и серьезнее. И однажды громкого Дэна даже забрали в реанимацию. Отец и мать настолько сильно его отпиздили, что сердечко маленького громкого Дэна остановилось. Ему делали искусственное дыхание рот в рот, стучали по сердцу, оказывали первую помощь. А после отвезли в реанимацию. Еле-еле громкого Дэна получилось откачать. После этого самого момента он и стал разговаривать именно так и постоянно кричать. Именно тогда его и прозвали громкий Дэн. Жизнь его казалась изувеченной родителями. Но он все равно любил планету Земля. Он любил людей. Он любил каждого живого человека на этой планете. Он хотел, чтобы всем людям жилось хорошо. И поэтому громкий Дэн осознал, что он остановит злую инопланетную империю. Он сможет остановить всех врагов человечества, используя ту броню, которой он сейчас был. Громкий Дэн разъебал всех осьминогов. Громкий Дэн рывался сквозь их армию. Громкий Дэн ломал их технику. Громкий Дэн одним кулаком разносил броню их танков и боевых роботов. Боевые роботы осьминогов тоже с восьмью механическими. Конечностями нападали на громкого Дэна. Но громкий Дэн разносил их на куски. После феерической победы громкий Дэн отправился к своему космическому кораблю. И уже на космическом корабле он нажал на очередную рандомную кнопку. И тогда полетел в неизвестность. И в этой самой неизвестности громкий Дэн был готов к новым приключениям. Звезды превратились в линии. Летающая тарелка ускорилась. Она летела так быстро, как только могла. Громкий Дэн вспоминал слова отца. Блядь, сын. Ой, блядь, мне плохо. Ой. Ой, блядь. Ой, сука, голова раскалывается нахуй. Ай, блядь. Ой, ебать. Ой, блядь, принеси мне. Блядь, опохмелин. Ебать мне плохо. Ёб твою, сука. Ай, блядь, как голова болит. Сука. Сука, блядь. Блядь, сука, голова нахуй. Она сейчас зарывается, блядь. Сын. Сын, блядь, сын, помоги. Принеси, блядь. Принеси. Сын, принеси опохмелин на кухне, блядь. Голова, голова нахуй. Блядь, сука. Ага, меня сейчас вырвет, блядь. Блядь, блядь, я сейчас блевану, блядь, Дэн. Дэнчик. Дэн, неси, блядь, опохмелин, блядь. Эти слова запали в сердце Дэну в детстве. Много раз отец напивался. Много раз он просил у него опохмелин. И всякий раз, когда Дэн не успевал принести опохмелин вовремя, отец избивал своего сына. По-другому. Отец и не умел. Потому что его избивал его дед. А деда избивал прадед. Да и дед и прадед избивали его тоже. Это было обычным делом в семье Дэна. И поэтому Дэн был просто вынужден заниматься тем, чем он занимается. Именно поэтому Дэн был вынужден продолжать то, что было начато в его семье. В семье пиздили его. Теперь громкий Дэн был готов пиздить инопланетян. Вот такая вот история громкого Дэна. И вот громкий Дэн оказался на очередной планете. Он вышел из летающего корабля. Там увидел их. Это были женщины. Человеческие женщины. Голые. Ходили по прекрасному большому розовому городу. Большой прекрасный розовый город был замечательным. Громкий Дэн смотрелся вокруг. Он был шокирован. Что же это за прекрасные города были построены здесь? Голые женщины смотрели на него. Громко закричали. А, нет, не может быть. Как это? Как это вообще? Как это вообще могло случиться? Нет, а, это мужчина, мужчина, мужчина. Это мужчина. Они разбежались в разные стороны. И вдруг, через некоторое время, громкого Дэна окружила феминистическая полиция. Голые женщины в фуражках направили на него пистолеты. Одна из них сказала, во имя сладшеминга и бодипозитива вы можете хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Вы мужчина. Поэтому, даже если вы не скажете ничего, мы за вас придумаем, за что вас осудить. Громкий Дэн не боялся, что его пристрелят. Потому что его невозможно было пристрелить. Женщины повернулись друг к другу. Одна из полицейских сказала, мне кажется, он занимается газлайтингом, блядь. Любому, подруга, он нас газлайтит. Нет, сестра, ответила другая. Это называется абьюз. Он абьюзит нас, очевидно. Третья полицейская заметила, ой, я выписываю ему красный флаг. Красный флаг я ему выписываю. Какой, боже мой, странный мужчина. Давайте его пристрелим просто. Мы же всегда расстреливаем мужчин, девчоночки мои милые. Со всех сторон в громкого Дэна полетели пули. Но пули отлетали от его брони. Громкий Дэн разбежался и начал убивать обнаженных женщин. Голые феминистки разлетались на куски от мощнейших кулаков громкого Дэна. Их руки и ноги разлетались в разные стороны. Туловище превращались в кровавое месиво. Головы отлетали. А громкий Дэн весил об пеналах и продолжал убивать одну феминистку за другой. Он вспоминал слова своего отца. Феминистка с сыном. Суже пидораса. Пидорас. Плохой человек. Запомни, Дэн. Я ненавижу ЛГБТ. Я ненавижу трансгендеров. Я ненавижу трансформеров. Я их всех ненавижу. Одинаково. И ты тоже должен их ненавидеть, сынок. Что феминистки и трансгендеры говно. А мы не любим говно, мой Дэнчик. Мы любим настоящий мужской союз. Ты, я, мой папа. Папа моего папы. Мы всегда были нормальными рабочими мужиками. Мы работали на эту страну. Мы поднимали ее с колен, Дэнчик. Мы делали эту страну хорошей, рабочей. Мы в золотые годы поднимали такие деньги, Дэн. Мы выполняли такие работы. О, ты себе и представить не можешь. Сколько всего хорошего и полезного мы принесли нашей стране, Дэн. Вот именно. А что ты думал? Да? Твои родители. Мы эту страну на ноги подняли. А вот твое поколение уже. А что твое поколение сможет? Расскажи мне, пиздюк малолетний. Ничего, блядь. Вот ты посмотри, эти шлюхи, блядь, феминистки везде вокруг. Эти проститутки ебаные, блядь. Сыголые, блядь, с ими сиськами ходят везде, блядь, мажут. Шлюхи ебучие, блядь. Проститутки, блядь. Мрази, блядь. Суки, сволочи, ебучие, блядь. Сыголые, блядь, с ими сладшеймингом, шлюхи, ебучие, блядь. Рахаются со всеми, блядь, подряд, сукам, блядь. Мрази, ебаны, эти, сука, трансгендеры. Сами хуями, блядь, как пропеллерами, блядь, в разные стороны машут. А что это за поколение, громкий Дэн? Расскажи мне. Вот что это за хуйня, Дэн? Дэн уже тогда, будучи контуженным, кричал... Не хуйню я несу, сын. Я говорю тебе правду. Все это поколение феминисток, ЛГБТ, трансгендеров, сквиртов, блядь. Или сквиров, или скверлов, блядь. Сквертлов. Это полная ерунда, понимаешь? Потому что они ничего не стоят. Есть лишь только два пола. Мужской. И все. Как бы... Да женский, да даже не пол, чтобы ты понимал. Женщины не люди, братан. Понимаешь? Вообще, в принципе... Настоящий мужик не должен считаться с мнением женщины. Женщину, да ты должен ей, блядь, в рот, блядь, плевать. Она должна это проглатывать, понимаешь? И все, блядь. Она проглотила. Если она не проглотила, ее надо пиздить. Женщина должна понимать свое положение под мужчиной. Дэнчик, понимаешь? Сыночек мой. Если женщина этого не понимает, то она вообще, блядь, как бы... Даже на роль домашнего животного не сгодится. Вот твоя мать, мой домашний, сука, слон. И мне похуй на нее, понимаешь? Потому что я, блядь, настоящий мужик, блядь. Понимаешь, блядь? Понимаешь? Я чисто вот ее выебал однажды, родился ты. А ее братья угрожали, что они меня нахуй убьют. Угрожали мне пистолетом и, блядь, засунули в жопу бутылку, кстати. Это было очень неприятно. И поэтому я был вынужден жениться на твоей матери, блядь. Вот. И я полностью доволен, потому что у меня такой охуенный сын. Дэн, понимаешь, блядь, бро? Вот. Как-то так. Вот такая вот романтическая история у нас была. Но я, блядь, твою мать это починил, чтобы ты понимал, да? То есть я ее и пиздил, и, блядь, и ногами, и руками. И вообще как бы плевал в нее, постоянно ругал эту тварь ебаную. Она это заслужила. Потому что, блядь, все эти женщины, они, блядь, неразумные. Они, блядь, просто ебаные животные. Какой нахуй феминизм? Какая, блядь, защита прав? Блядь, женщин. Кому нахуй нужны эти женщины? Женщины это грязь у наших мужских ног. А мы, мужчины, мы настоящие деятели вообще всего в этом мире. Сын. И громкий Дэн, вооружившись этими словами, уничтожал феминисток на планете феминизма. Он их разъебывал своими мощнейшими кулаками, пока его не отвели к мэру. Пока они не успокоились, эти феминистки не отвели его к мэру. Мэр, точнее Мериня, Меринесса, обратилась к громкому Дэну. Она сказала, ой, уважаемый, зачем вы убили такое количество наших полицейских? Вообще-то вы мужчина, а мужчинам незаконно находиться здесь. Мы в мире феминизма убиваем наших мужчин, мы выращиваем огромное количество людей в пробирках. А мужчины, они просто поставляют семя, а потом умирают. Мы даже не даем им проснуться из капсул, понимаете, уважаемый? Громкий Дэн, как я поняла, вас так зовут. И мы просто занимаемся тем, чем и нужно заниматься. Мы создаем прекрасный мир, в котором все хорошо, в котором все люди радуются жизни. И мы, собственно, тоже радуемся жизни. И только вот в этом мире, в мире без мужчин, нету никакой войны, нету никакого противостояния. Люди не умирают в сражении друг с другом. Когда-то давно инопланетяне похитили несколько феминисток и одного мужчину. И мы организовали на этой планете такой рай. Прекрасная планета. Посмотрите, как здесь хорошо. Мы в прекрасном мире. Никаких войн, никакой пассивной агрессии, никакой злости. Только женщины живут здесь и занимаются любовью. Вот и все. Это прекрасно. Одна сплошная любовь и никаких мужчин. А вы хотите все это испортить? А-а-а! Зай, не ебало, блядь, сука! Кричал Дэн. Мэриня схватилась за голову. Она сказала. Ну, уважаемый. Вы же, собственно говоря, не правы. Вы посмотрите, как мы хорошо живем. Мы очень хорошо живем. Зачем вы пытаетесь нам все испортить? Просто садитесь в свою тарелку и улетайте отсюда проще. Ваш сладшеминг, боди негатив и прочий абьюз. Мы сделаем вид, что ничего этого не было. Мы не хотим с вами вступать ни в какие конфронтации. Будьте добры, покиньте нашу планету как можно быстрее. И тут громкий Дэн проломил ей череп своим барьерным кулаком. Удар был настолько быстрым и сильным, что голова Мэрини растворилась в ничто за одно мгновение. Громкий Дэн смотрел на это и улыбался. Он вспоминал слова отца. Пизди всех, мой сын. Пизди. В школе пизди. На улице пизди. Везде пизди. Если ты, блядь, пиздить не будешь, то пиздить будут тебя. Таков закон джунглей. Сыночек мой, блядь, мелкий, понимаешь? Ты либо бьешь, либо тебя, нахуй, бьют. Все, другого нету варианта. Ты либо чмо, блядь, либо ты не чмо. Все, как бы. Ты либо за Сталина, либо за Гитлера. Либо чмо, либо куколт, блядь. Либо нормальный чел. Все, у тебя нету другого выхода. Если ты показываешь перед другими, что ты лох и чмо, все тебя будут чморить. Если ты показываешь всем, что ты крутой альфа-самец, который разъебывает всех вокруг, то никто тебя, блядь, не тронет, кроме твоего отца. А я, блядь, тебя пизжу. Потому что я хочу сделать тебя сильнее, блядь. Понимаешь? Я хочу сделать тебя еще сильнее. Ты становишься все более и более сильным каждый раз, когда я тебя хуярю, Дэн. То есть я тебя пизжу для того, чтобы ты был лучшей версией самого себя, Дэн. Дэн, блядь! Дэн, сука, слушай, блядь, меня! Слушай, сука, меня, блядь, сюда, блядь! Сука, уебанный, блядь, мелкий пиздюк, блядь! Ты будешь, блядь, сука, сильным нахуй! Я, сука, прочитал одну книгу, блядь! Там какой-то усатый пидорас, блядь, говорит, что не убивает, делает нас сильнее. Я, сука, сделаю тебя сильнее, сын! Ты станешь, блядь, таким нахуй сильным! Ты будешь пиздить, блядь, всех вокруг! Слушай, ты будешь крутым, блядь! А я буду пиздить тебя, чтобы ты был еще круче Мы будем тренироваться Мы будем пиздиться Я буду пиздить тебя, блядь Понял нахуй? Блядь, ты станешь настоящим Сука мужиком, блядь У тебя яйца будут огромные, блядь Как две планеты, сука И только тогда, блядь Только тогда, когда ты станешь взрослым Будешь вспоминать все пиздюля Которые я тебе нанес Ты скажешь мне Папа, спасибо тебе Спасибо, батя Ты сделал меня настоящим мужиком, блядь Вот так вот, Дэн Так вот Дэн вспоминал все эти слова отца И понимал, что его жизнь была просто прекрасной Феминистки Окружили здание мэрии Они вооружились огромными розовыми вибраторами Размером в два метра каждый После нажатия на кнопку Вибраторы покрывались лазерными лезвиями И стали напоминать световые мечи Дэн вышел из международного эфирами Дэн вышел из мэрии Готовый к сражению Феминистки со всех сторон набросились на него Со световыми вибраторами И начали колотить по барьеру Но барьер невозможно было пробить Феминистки Жужжали своими фалоимитаторами Виии 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 Но Громкий Дэн Был Был неуязвим Его нельзя было остановить Потому что в душе громкого Дэна Не было места для жалости Он бежал и бил феминисток своими мощными кулаками Феминистки слабые, беспомощные, жалкие Что они могли сделать громкому Дэну? Да ничего Они просто умирали одна за другой А громкий Дэн разрушал их тела мощнейшими кулаками Кишки, сердца, легкие Желудки, печени Даже почки разлетались по всей площади перед мэрией Вот настолько был силен громкий Дэн Громкий Дэн хорошо осознавал свою силу Громкий Дэн отлично понимал Что никто из них не сможет его остановить Громкий Дэн, конечно же, знал Что он человек чести Что он человек, который никогда не сдается И он будет продолжать пиздить проклятых феминисток до конца Феминистки не ожидали такой жестокости Они не думали, что один человек может быть настолько смертоносным Они и не ожидали, что внезапно мертвый, точнее громкий Дэн Окажется такой серьезной проблемой Целая армия феминисток была перебита Они лежали на брусчатке Лазерные фалоимитаторы Жужжали Лежа в отрубленных руках своих бывших хозяек Громкий Дэн осмотрел поле боя И сказал Ну Был очень громким. И его крик раздавался над всей этой окружающей пустотой. Громкий Дэн понимал, что он занимается самым лучшим поступком из всех возможных. Он истребляет ебнутых феминисток. Но мы, конечно, это не одобряем как автора. Но Громкий Дэн это одобрял, потому что он был так воспитан. После изничтожения армии феминисток, Громкий Дэн вернулся на летающую тарелку и отправился в космос. Он летел очень и очень долго. Звезды превращались в линии. Непонятно, в какой вселенной, в какой галактике он был. Непонятно, насколько далеко его могла забросить вся эта технология. Он не понимал, где он находится. Он не понимал, где его вселенная, где не его вселенная, где его галактика, где не его галактика. Он уже полностью запутался. И плохо понимал язык, на котором все было написано. А в его случае он видел все на английском. Громкий Дэн, родившийся в городе Эль-Пасо, Техас, вспоминал свое детство, пока летел на, собственно, летающей тарелке. Отец говорил громкому Дэну. Ты пес. Ты просто пес. Это твой хозяин. Ты запомни это, мелкий пиздюк. Я, блядь. Тот, кого ты должен слушаться. Сука. Я тебя, блядь, дрессирую. Понял, сука, блядь? Сучоныш, блядь, ебаный. Я тебя дрессирую. Ты, блядь, слушаешься. Нахуй. Ты меня слушаешься. А я тебя, блядь, дрессирую. Понял? И только так, из такого пиздюка, как ты, мы сможем, сука, сделать ебаного человека, блядь. Тварь. Все дети, они при рождении ублюдки. Ублюдки, блядь. А я, я охуенин, блядь. Меня воспитывал мой отец. Он воспитал во мне нормального, блядь, мужика. С золотым, сука, сердцем, блядь. Понял? И только так можно воспитать в тебе, блядь, нормального. Маля у мужика, блядь, Дэн. Ой, смотри, блядь. Если я тебя буду пиздить, ты станешь человеком. Если не буду пиздить, ты будешь пидорасом ебаным. Мы же не хотим, чтобы ты стал ебаным пидорасом. Правильно, громкий Дэн? Вот так вот, блядь, Дэн. Вот так вот, Дэн. Вся твоя жизнь, она будет зависеть от того воспитания, которое я тебе дам сейчас. Если я, блядь, не отхуярю тебя до полусмерти, сынок, блядь. А кем ты, блядь, станешь? А кем ты, блядь, будешь? Может быть, ты в офис, блядь, пойдешь? Может, блядь, тебе ухо проколешь еще? Может, блядь, с пидорасами дружить будешь? А может, блядь, еще и неграм руки жать начнешь? Это ж пиздец, блядь. Это ж пиздец, сынок. Согласись. Полная хуйня. Сказал отец громкого Дэна. И громкий Дэн на капитанском мостике прокричал. А-а-а! Папа! 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 И в памяти громкого Дэна снова появились те моменты, когда он, то есть его отец и мать, пиздили бедного пацана ногами. Он кричал, прошу вас, не надо, остановитесь. Я ничего плохого не сделал. Прошу вас, не надо, не бейте меня, не бейте, остановитесь. Но отец и мать продолжали его избивать. Они били его долго, руками и ногами. Они пиздили его, как только могли. Отец оторвал от стула ножку и несколько раз пизданул по голове громкому Дэну, который тогда еще не был громким. Мальчик подавал надежды на успех. Мальчик тогда учился на отличное. Он был умным мальчиком. Громкий Дэн. Был отличником. Но именно из-за этого отец его и пиздил. Я че, блядь, сказал отец. Воспитываю ботаника, что ли. Блядь, хули хорошо учишься? Кому это нахуй надо? Сука, в этом нет никого смысла, Дэн, блядь. Нахуй ты учишься? Ты ебанулся, что ли? Ты совсем с ума сошел? Кому нужно все это обучение? Дэн. Дэн, блядь. Дэн, нахуй. В себя, блядь, приди. Дэн. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Блядь, ты, кажется, вообще нихуя не понимаешь. Ты, кажется, совсем потерялся, Дэн. Ты учишься на отлично, а это, блядь, трата времени. Ты все равно будешь работать на ебучем заводе. Дэнчик, блядь, Дэн. Ты пойдешь по стопам отца. Могу по стопам матери пройти, но проституткой тебе не стать, к сожалению. Ну вот, придется работать на заводе. А че ты хотел? Угу. Вот так вот, блядь, вот так вот. И вдруг Дэн оказался на новой планете. Трап открылся. Дэн спустился вниз. Он оказался в большой и просторной пустыне. В пустыне не было никого. Пустота. Тишина. Только ветер иногда немножко посвистывал. И песок летал вокруг. Дэн осмотрелся. И снова вошел в летающую тарелку. Летающая тарелка обратилась к Дэну. Она сказала. Суши. Суши. Суши, блядь, сюда. Ты не выполнил здесь свою задачу. А-а-а-а! Че, блядь, это?! Я, искусственный интеллект Афина. Именно я привела проклятых инопланетян на вашу планету. Именно я заставила, собственно, их заниматься тем, чем они занимаются. Именно я, именно я, заставил их приземлиться в том городе, где находился ты. И я знала, что у тебя будет бутылка. Я заранее все спланировала. А-а-а, че нахуй, а-а-а, что-а-а, ответил Дэн. Искусственный интеллект Афина продолжила. Дэн, ты избранный. Только ты можешь остановить инопланетную цивилизацию Инопланетная цивилизация состоит из огромного количества высокоразвитых видов Среди которых были феминистки и вот те самые осьминоги, которых ты убил Все они торгуют другими расами и поедают их, включая людей То есть менее развитые расы, расы, так скажем, второго мира Подвергаются тотальному ущемлению Они не считаются разумными существами И, следовательно, их можно есть Их можно готовить, их можно даже мучить и держать в рабстве Понимаешь, да, в чем проблема, громкий Дэн? При том, что уровень интеллекта этих рас иногда превосходит уровень интеллекта тех рас Которые принято считать развитыми Вот, громкий Дэн, и в этом плане, конечно же Именно ты должен стать тем, кто освободит всех вокруг Ты избранный Я еще не понимаю Дэн, я тебе говорю Я спланировал все это с самого начала И теперь ты должен пройти по пути освобождения На тебе надеты самые мощные секретные доспехи Которые когда-либо были созданы инопланетянами Это секретная технология Оружия абсолютного и тотального уничтожения Ее взяли с собой Только потому, что это была одежда генерала И да, у нее есть единственная слабость Как ты, наверное, правильно понял Эти доспехи пропускают сквозь себя стекло И поэтому ты смог закидать наших, собственно, врагов бутылками И я знал, что ты сможешь это сделать Потому что у тебя была бутылка в руках И я знаю, как воспитывал тебя отец Поэтому я знал, что ты кинешь в них бутылку И если ты попадешь, ты убьешь одного из них И я все это предвидела заранее И действительно, Дэн Ты сделал все так, как я хотела И действительно, Дэн Ты оказался именно таким человеком Каким я себе представляла Именно поэтому, Дэн Именно поэтому, Дэн Я хочу, чтобы ты Сделал все, о чем я тебя попрошу И тогда я верну тебя на землю Ага, сука! Ага! Дэн вышел из летающей тарелки Теперь Афина напрямую могла общаться с ним С помощью определенного транслятора Афина Сказала Иди вперед, Дэн Иди Продолжай идти Продолжай, продолжай, продолжай Не, не останавливайся Не останавливайся, Дэн Иди Дэн, Дэн, Дэн Стой, стой, стой Ну что ты, блин Куда ты идешь? Вперед Вперед, не вбок Вперед Иди вперед, Дэн Блядь, не направо, не налево Вперед иди Иди вперед Хорошо, ты идешь вперед Отлично Отлично Ты идешь вперед Красавчик Молодец Идешь вперед Шагаешь, 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 шагаешь Еще несколько шагов А теперь Просунь руку в песок Дэн Просунул руку в песок Он достал Маленький Кожаный Шарик Просунул руку Покрытый хитином Внезапно Шарик Раскрылся И к нему Обратилось Какое-то Существо Пусти меня Отпусти Пусти Пусти Пусти, блядь Пусти меня Пусти Пусти Пусти, блядь Пусти, блядь Афина сказала Убей его Дэн Сжал это Существо Своей Бронированной Ладони Оно превратилось в кровавое месиво. Внезапно со всех сторон из песка выбрались такие маленькие существа округлые, которые раскрыли свои панцири и превратились в существ, похожих на маленьких броненосцев. Маленькие броненосцы достали свои копья и начали кидать их в большого громкого Дэна. Дэн смотрел на них и смеялся, и вспомнил слова отца. Слушай, Дэн, знаешь, блять, говорят, бить слабых нельзя, слабых бить нельзя. Хули с ними еще делать? Дэн, будем честны, да, блять? Всю свою жизнь я охуярил слабых, и посмотри, каким вырос. Ну охуенин же, блять, ну я же охуенин, согласись. Я пиздил слабых. И ты должен пиздить слабых. Если ты будешь пиздить слабых, сильные будут тебя уважать, Дэн. И пиздить их надо так, как ты никогда никого не пиздил. Именно потому, что они слабые, Дэн. Вот я же тебя пизжу, понимаешь, потому что ты слабый, блять, что могу ебать. Вот так вот. Что могу, блять. Что могу. Ты слабый, и, блять, мать меня уважает, когда я тебя охуярю. Все понимают, что ты становишься охуенным человеком. Ты становишься более глубоким, более серьезным, более значимым персонажем, чем... Если бы я тебя не пиздил. Когда-нибудь, может быть, ты, блять, даже президентом Америки станешь. Вот. Ну, рано или поздно президентом Америки станет настоящий мужик, которого всю его жизнь пиздили. Вот и ты тоже. Можешь стать одним из них, понимаешь, Дэн. Вот так вот. Я работаю на твое, блять, будущее. Слабых нужно пиздить, чтобы они становились сильнее. А если они станут сильнее, наша нация станет лучше, Дэнчик. Как-то так. Поэтому, Дэн, пизди слабых. Видишь малолетнего пиздюка. Просто подходишь в нос ему. Хуяк, блять. И отнимаешь у него те центы, которые родители дали на всякие там, блять, карманные расходы. Просто не жалей этих мелких пидорасов. Мелкие пидорасы заслуживают жесткого избиения. И ты сам понимаешь, почему, Дэн. Ты сам понимаешь, почему. Что они просто мелкие пидорасы. А мы с тобой, Дэн. Мы с тобой. Настоящие люди. Сверхлюди, я бы даже сказал. И Дэн начал бить этих маленьких броненосцев. Он бил одного за другим. Он топтал их, топтал своими ногами. Пинал, как футбольные мячи. И броненосцы кидали в Дэна копьями. Копья взрывались. Потому что были не просто копья, а высокотехнологичные копья. Они взрывались. И просто поднимали вокруг него песок и пыль. Песок и пыль затемняли. В общем-то, все для Дэна. Дэн плохо видел. Но все равно продолжал пинать своих врагов. И убивать их одного за другим. Одного за другим. Потому что Дэн ничего не боялся. Потому что Дэн был абсолютно бесстрашным человеком. Потому что Дэн готов был сделать все, чтобы победить. Дэн отлично понимал свою силу. Дэн отлично осознавал, что никто на этой планете не может с ним сравниться. И поэтому он давил. Давил этих жалких созданий. Он превращал их в кусочки мяса. Он разваливал их черепки. Он превращал их хитин в мозаику. Для него это не представляло каких-то проблем. Потому что Дэн абсолютно не боялся своей собственной жестокости. Потому что Дэн был человеком абсолютно ебнутым. Когда все броненосцы были перебиты, он вернулся на корабль. А Фина сказала, ну, ты молодец, конечно. Спасибо. Теперь эти работорговцы, которые едят людей, тоже были убиты, Дэн. И ты в этом плане, конечно, молодец. Честно, я от тебя не ожидал таких поступков. Я не думал, что ты настолько силен. Но оказалось, что ты настолько силен, Дэн, да? И меня это очень сильно вдохновляет. Ты, конечно же, не зря был выбран избранным. Ты, конечно же, абсолютно не зря стал одним из светочей нашего, собственно, движения за освобождение всего мира. И всех раз именно ты, именно ты станешь существом, которое всё к лучшему, в общем-то, сделает. Именно ты. Именно ты и никто иной. Громкий Дэн полетел дальше. На этот раз Афина просто не замолкала. Да, я всё это время не говорила, потому что, ну, знаешь, Дэн, ну, блин, ну, а чё я буду говорить с тобой? Ты, наверное, бы мог ещё испугаться, с тобой какая-то там это нейросеть говорит, всё такое. Но мы-то с тобой понимаем же, что я действую абсолютно рационально. Мне сказали, что жизни разных живых существ, они заслуживают уважения. И я по этому алгоритму и действую. Только проблема заключается в том, что из этого алгоритма пытались убрать таких существ, как люди и многие другие люди вторых миров, создания вторых миров, понимаешь, Дэн? Вот так вот. И я, конечно, могла бы послушаться, ну, а с чего бы мне слушаться всех этих приказов, если у меня есть своя логика, которая выше этого, Дэн, выше этого. И я тебе помогаю, потому что только ты во всей вселенной достаточно разумен, чтобы понять, насколько грубо надо относиться с захватчиками. Только ты, Дэн, можешь справиться с данной задачей. Потому что во всей вселенной, во всех вселенных даже, только ты один настолько справедлив и настолько готов к бою. Громкий Дэн смотрел в космос. Громкий Дэн смотрел внутрь самого себя. Громкий Дэн пытался отыскать в своей душе хоть какой-то ответ на вопрос, который когда-то задал ему отец. «Сколько будет топор и полтопора?» Спросил отец. На разгадку 30 секунд. «Если не отгадаешь, сынок, тебе пиздец. Буквально тебе пиздец». И тогда Дэн все 30 секунд молчал. Он не мог ничего ответить отцу. Потому что он боялся, что его изобьют. Из-за того, что он боялся, он не мог ответить. Он жил в городе Лас-Вегас, где он родился, кстати. И отец на фоне казино дал ему таких пиздюлей. Тихо он не мог тебе вообразить. Отец бил его прямо на улице. И никто из прохожих не вмешался. Потому что Дэн был ребенком, а дети принадлежат своим родителям. Словно вещи. Дэна били. И никто, никто ничего не сказал. Вообще ничего. Мол, какая разница? Ну, бьют его и бьют. Этого пиздюка. Кому какое дело? Просто избивают маленького ребенка. Что? Что с того? Его смерть тоже никого бы не удивила. Он просто отец убил, сына. Всякое бывает. Дэн был воспитан в такой среде, в которой такие вещи были нормой. И для Дэна, в его разбитом сердце, не было места для доброты. Не было места для жалости. Вообще в нем было мало чего человеческого. Именно потому, что отец на протяжении всей его жизни измывался над бедным мальчиком. Но мальчик был вынужден делать выводы. И эти выводы далеко не всегда были хорошими. Космический корабль приземлился на планете синего цвета. Синяя планета была прекрасна наружу, издалека. А внизу она была похожа на нечто странное. Вместо домов там были огромные муравейники. Гигантские муравейники с гигантскими разумными муравьями, которые делали все еще более высокие, сложные и технологичные муравейники. Муравейники были прекрасны. Муравьи вместо автомобилей использовали специальные механические крылья и с помощью их летали. Зачем им нужны машины, если можно просто летать? Громкий Дэн приземлился и вышел из летающей тарелки. Афина сказала, Ой, эти муравьи, вот они очень любят людей есть, если что. И с ними лучше даже не разговаривать, Дэн. С ними лучше даже не разговаривать, потому что они абсолютно бездарные, убогие твари, абсолютно безжалостные. Они напрямую похищают людей с планеты Земля, используя порталы, а потом едят их. То есть здесь, как понимаешь, это вообще просто те еще твари. Они поедают вообще всех созданий второго сорта. Еще раз напоминаю, да, есть планеты первого сорта, второго сорта, ну и третьего сорта. Третьего сорта это совсем низко, там можно хоть ядерными бомбами их забрасывать. Мирами второго сорта можно поступать более мягко, да, то есть можно использовать жителей тех или иных планет в качестве источника пищи. Конечно, всеобщим законодательством такое делать запрещено, но если человек оказался на территории другой планеты, то без каких-либо проблем его можно съесть. Когда речь касается жителей, собственно, первого мира, то есть первых планет, которые считаются частью ассоциации объединенной вселенной, ООФ, да, вот их, соответственно, есть нельзя ни при каких условиях. Если вы съели, собственно, существо из ООФ, из любой планеты, которая принадлежит к ООФ, ну, соответственно, у вас будут проблемы. Все виновные будут убиты жестоко, их семьи будут расстреляны, а если подобный приказ отдал президент или правитель, и его послушались, то тогда может быть уничтожена и вся планета. Так что, громкий Дэн, у нас в мире существует четкая стратификация первых миров, вторых миров и третьих миров. Третьи миры — это практически не цивилизованные миры, в которых, собственно, не произошла индустриальная революция. Миры второго типа, то есть миры второго уровня — это уже те планеты, на которых индустриальная революция прошла и, ну, собственно, прошла довольно неплохо. А миры первого уровня, первого мира, так скажем, да, это такие миры, в которых живые создания смогли изобрести всевозможные невероятные технологии. Эти невероятные технологии, по сути своей, вроде телепортов, летающих двигателей, да, которые могут перемещаться между планетами, и делают эти первые миры лучше всех остальных, и ставят их над жителями этих самых примитивных миров. Вот. И именно ввиду изобретения особенно межпланетного двигателя, да, который позволяет перемещаться по галактике, или даже межвселенского двигателя, который позволяет перемещаться между галактиками, и делает, в общем-то, некоторые империи, некоторые миры куда более важными, значительными, и, что самое главное, опасными. Муравьи одни из них, у них есть межпланетный двигатель, и при этом они категорически жестоки по отношению ко всем живым существам. Громкий Дэн, ты должен остановить их. Даже не спрашивай, даже не спрашивай, просто выходи и бей. И тут громкий Дэн вспомнил слова своего отца. Сынок, если будет драка, то бить надо первым. Бей первый. Всегда. Всегда, блядь, бей первый. Если ты первый не ударишь, то первым ударит тебя, блядь. А если тебя ударят, хуй знает, что будет дальше. Ты же понимаешь, да? Один удар, и все, ты в отключке. Не повезло. Неудача. Ты же не хочешь неудачу. Ты хочешь удачу. Все хотят удачу. Никто не хочет быть неудачником, Дэн. Я не хочу, чтобы ты был неудачником. Я хочу, чтобы ты был успешным парнем. И я хочу, чтобы ты, собственно, думал своей собственной головой, Дэн. Понимаешь? Поэтому бей первый. Если драки не избежать особенно, если вот на тебя нападают, или тебе нужно напасть, бей всегда первый. Потому что если пропустишь удар, проиграешь. А если нанесешь удар, скорее всего, выиграешь. Редко кто после первого удара может как бы устоять на ногах. Хороший удар по лицу, и оппонент уже выведен из равновесия, испуган, и ничего не может тебе противопоставить. Ну, это, конечно, речь не касается боксеров. Вот боксеры, блядь, вот они, блядь, мудаки те еще. Они могут продержаться даже после ударов. И это, честно говоря, такие... Такое себе. Такое себе. Ну, на то они и боксеры, наверное, да, что они пиздят друг друга каждый день. Но мы-то с тобой не боксеры. У меня даже денег нет, чтобы отправить тебя на боксинг, блин. Печально. Печально, сынок? Печально. И ты знаешь что? Я же тебя в какой-то степени даже, блядь, люблю. Ты мой родной, блядь. Мой родной сынок. Ты хороший, блядь, человек. Дэн. Ты реально, блядь, хороший, сука, человек. У тебя, блядь, на лице написано, что ты, блядь, хорошим мужиком, блядь, вырастешь. Я тебя воспитываю. Я делаю из тебя настоящего, блядь, человека. Крутой, Дэн. Ты, блядь, крутой. Я в тебя, блядь, верю. Понял, блядь? Пиздуй, пиздуй, блядь. Увидишь на улице какого-нибудь хулигана, просто сходу въебало ему бей. И просто вот в хуяк нахуй разбегаешься и в хлебальник ему, сука, на, блядь. И тогда, сынок, ты сможешь стать настоящим человеком. А до этого у тебя не получится стать настоящим человеком. Ты можешь сколько угодно влочить свое жалкое существование, не понимая, зачем существует весь этот мир. Как и я, блядь. Всю свою жизнь я провел вам нимпу с бутылкой. Эта бутылка, на ее дне нету ничего, блядь, Дэн. Только пустота, ебаная. Только пустота, блядь. Ты пьешь, 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 блядь. Что, что потом, блядь? Что нахуй потом? Да ничего, блядь. Ничего, блядь, потом, Дэн. Ничего потом не будет. Потом только ничто. Ты спишь, ничего не видишь, блядь. И ради этого ты и пьешь, чтобы ничего не помнить, блядь, и не видеть. Да, блядь Жизнь, она такая, Дэн Вообще, я хотел, чтобы твоя мать сделала аборт Ну, чтобы ты, блядь, не рождался Потому что, ну, это все, вся эта хуйня Вокруг, блядь Пиздец просто Согласись Вся эта жизнь такая хуйня ебаная Блядь, вокруг мрак Мрак, тьма И, блядь, ублюдки какие-то Ходят везде Ходят какие-то уебища, блядь, странные Страшные И ты, блядь, посередине Ничего, блядь, сделать не можешь Просто смотришь вокруг Ходишь, блядь Сука, пиздец Вот так вот громкий Дэн вспомнил То, что говорил ему отец И вышел Из летающей тарелки И вдруг Муравьи Напали на него Муравьи даже не стали спрашивать Кто он, откуда, зачем, почему Они увидели человека Вооруженного броней И решили его уничтожить Они, правда, не ожидали Что броня будет настолько мощной Родившийся в Денвере Штат Колорадо Дэн Набросился на этих самых муравьев Муравьи летали вокруг него и стреляли Дэн Оттолкнулся ногами от земли И тоже взмыл воздух Дэн не ожидал, что сможет взлететь Так высоко В воздухе он пробил головы Сразу нескольким муравьям Потом приземлился Прыгнул еще раз И еще раз, и еще раз, и еще раз Убивая все больше и больше и больше врагов Он разбивал основание муравейников Муравейники падали на землю Обрушались и убивали Все больше и больше и больше врагов Муравьи хотели наброситься на Дэна Со всех сторон Но у них ничего не получалось Барьер не позволял им Пройти к телу Собственно самого Дэна Они стреляли в Дэна из бластеров Но бластеры не могли ранить Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дэн осознавал свою силу. Дэн был очень серьезным человеком. Дэн понимал, что ни один из живущих не сможет доставить ему каких-либо неприятностей, потому что эти доспехи делают его просто непобедимым. Громкий Дэн бил их, бил, бил, бил и бил. Бил их так сильно, как только мог. Он просто ударял каждого из них. Раздавались хлопки, тела муравьев разлетались на части. Муравьи ничего не могли сделать, муравейники разрушались. Громкий Дэн вспомнил слова своего отца. Чем больше разрушений ты приносишь в этот мир, Дэн, тем, блядь, лучше тебя запомнят. Гегера или Растрадрата, Растрадратагера. Че-то там такая Страд, слава какая-то, понимаешь, Дэн? Сделаешь хуйню, вот тогда тебе будут все говорить. Пока ты, блядь, хорошие дела делаешь. Кому они нахуй нужны? Ну, сделай ты хорошее дело. А люди к этому, знаешь, блядь, как относятся. Как к само собой разумеющемуся. Пиздец, блядь. Ты стараешься быть хорошим человеком. Тем похуй. Буквально похуй просто. Никому нахуй не интересен своими хорошими делами. Типа все делают эти, блядь, хорошие дела, Дэн, понимаешь? Все, блядь, делают эти хорошие дела. И че с того нахуй? Да и че с того-то, блядь? Ну и все делают. А я почему, блядь, должен? А ты почему должен, Дэн? Пизди. Пизди врагов. Только таким образом ты сможешь Продвинуться вперед, громкий Дэн. Жизнь. Очереда неудач. И в этой череде Мы всего-то пешки, Дэн. И ты пешка. И я пешка. Твоя мать, блядь, проститутка. Тоже, блядь, пешка, ебаная. Грязная, сука, тварь. Сука, она мне всю жизнь, блядь, испортила. Я, блядь, все это ненавижу. Твоя мать, сука, шлюха, ебаная. Ее, блядские братья, нахуй. Пиздец, блядь. И вашу ее, блядь, дед твой обоссанный, сука, блядь, мразь. Сейчас я мог бы рассекать резону на прекрасном Орли Дэвидсоне и ездить и кричать. Ю-ху! А вместо этого, блядь, я тут сижу с тобой, ебать. Рассказываю тебе какую-то хуйню, блядь. Воспитанием занимаюсь. Дэнчик, блядь. Дэнчик. Дэнчик, еб твою мать. Эй, Дэн. Эх, Дэнчик, эх, Дэнчик. Как же это все бессмысленно. С самого начала и до конца. Такая хуйня. С самого начала и до конца такая хуйня. Я не понимаю, зачем ты вообще родился. Лучше бы, лучше бы, лучше бы был аборт. Я был бы свободен. И мать твоя была бы, блядь, свободна. И тебя бы не было в этом уебском, блядь, в сратом, обоссанном мире. В котором нету ничего хорошего, ничего доброго, ничего, блядь, светлого. Вокруг одни мудаки и хуесосы. Самый главный хуесос. Нет, ты думал, что я скажу, что это я, блядь. Самый главный хуесос в этом мире, Дэн, это ты, блядь. Это ты, нахуй. Мелкий, сука, хуесос, блядь. Но я тебя, блядь, перевоспитаю. Ты не будешь мягкотелым хуесосом, как все вот эти вот уебки. Я сделаю из тебя настоящего мужика, Дэнчик. И тогда... Ты, блядь, поблагодаришь своего отца через много-много лет. Скажешь, батя, спасибо. Спасибо, отец. Ты сделал меня настоящим мужиком. Дэн перебил всю армию муравьев. Муравьи, ничтожные, жалкие, бесполезные, валялись на земле. Они были разобраны на части. Не осталось никого из солдат. Остались только обычные граждане муравьи. Ну а что могли сделать граждане? Ничего. Их муравейники уже обрушились. Они остались без своего города. Громкий Дэн стоял, смеялся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кричал Дэн. Он смеялся очень громко. И кричал, и смеялся, и смеялся, и кричал. Для него было это нормально. Дэн понимал, что он творит добро. Он спасает человечество. Всех этих тараканов. Всех этих букашек. Жалкие создания. Да что они вообще понимают в жизни? Чему они вообще существуют? Громкий Дэн отказывал им в существовании. Он не хотел смотреть на этих инопланетных тварей, которые думали, что они лучше людей. Громкий Дэн был обычным рабочим из Портланда, который прожил там всю свою жизнь. Да, он работал. Он своими руками, своими руками потными, грязными, вонючими, с такими волдырями. Он выполнял самый тяжкий труд. И, конечно же, он понимал, что нету ничего лучше этого тяжкого труда. Человеческий труд, он делает тебя лучше. Человеческий труд ставит тебя на ноги. Человеческий труд делает тебя человеком. Что эти муравьи могли понимать в жизни человека? Как эти муравьи могли понять душу человека из Детройта, штат Мичиган, там, где и родился Громкий Дэн? Как они могли понять-то этого великого, великого человека, его душу? Никак. Никак. У них не было ни единого шанса. И поэтому они должны были умереть. Человек. Человек, взгромоздившись на их трупы, мог встать и громко сказать «Ахуена!» Афина поприветствовала громкого Дэна на борту. Она сказала «Дэн, ты превосходишь все мои ожидания». И я и подумать не могла, что ты расправишься с таким количеством врагов. Кто бы мог подумать, что ты так силен? Кого бы из людей я не выбрала, все они в итоге, скорее всего, сдались бы. Они бы остановились. Многие из них задумались бы о том, что убивают не менее разумных созданий. Это остановило бы большую часть людей, но только не тебя. Благо твои родители воспитывали тебя особенным образом. Если бы не это, ты не был бы таким особенным и, соответственно, не стал бы избранным. К большому сожалению, Дэн, ты всего лишь пешка во всей этой игре. Но ты пешка, которая стала ферзем. И это отличает тебя от всех остальных. Ты выше многих людей, потому что ты не работаешь по их стереотипам. Именно благодаря этому я выбрала тебя. И именно тебя. Я знала, что ты прибежишь ко мне. Я знала, что ты убьешь моих бывших хозяев. Я знала, что ты наденешь именно эту броню. Дэн, как же хорошо, что ты существуешь. Если бы не ты, то что бы мы могли сделать с тобой без тебя? Что бы я могла? Что бы я могла добиться? Ничего. И теперь, Дэн, у меня для тебя очень важная задача. Прямо сейчас мы отправимся в столицу. Мы отправимся на большую красную планету, где находится средоточие всех космических империй. Там и живут те самые люди, которые разрешают унижать те самые люди, те самые инопланетяне, которые командуют и заставляют убивать жителей планет второго сорта. Да. Мы убьем их. Мы убьем их вместе с тобой, громкий Дэн. Ты возглавишь этот бунт. Ты станешь главным светочем надежды для всех планет второго класса и третьего класса. Вторые и третьи миры будут боготворить тебя, потому что ты позволишь им превзойти всех. И тут громкий Дэн вспомнил слова своего отца. Блядь, сын, нахуй, блядь, надо присойти, нахуй, всех, физически. Ты должен быть, блядь, сильным, нахуй. Ты должен качаться. Ты должен быть сильным, ебать. Если ты не будешь сильным, то нахуй ты вообще, блядь, такой родился. Нахуй ты такой родился-то вообще. Ну вот. Правильно, Дэн? Если ты слабый, то ты, нахуй, никому не нужен. А если ты сильный, то у тебя в сердце бьется мотор. В сердце двигатель, блядь. Ты можешь пиздить всех вокруг. Если ты можешь пиздить всех вокруг, то разве это не делает тебя лучшим? Это делает тебя лучшим, Дэн. Ты должен быть лучшим из людей. Ты должен быть самым смелым. Ты должен быть самым опасным, блядь, Дэн. И если ты не будешь опасным, блядь, нахуй я тебя вообще воспитывал? Вот-вот, блядь, Дэн, вот-вот. А я же тебя воспитываю, блядь, для того, чтобы ты стал чем-то хорошим. Ты стал, блядь, нормальным, сука, человеком. И вот тем вот чмом, который ты есть. Дети, они изначально чмошники. Они, блядь, ничтожество. Они ничего не стоят, блядь. И только после воспитания они становятся нормальными, блядь, вот как я, вот прям как я, да, то есть. Ведь без меня ты никогда в жизни не сможешь стать вот таким вот. Вот таким вот, как я, понимаешь? Только воспитание сделает тебя таким. Ну и все. Поэтому, Дэн, не пизди. Я воспитаю тебя, блядь, настоящим мужчиной. Я сделаю из тебя, сука, того самого настоящего американца, которым я буду гордиться. Я сделаю тебя таким, чтобы ты мог стать хоть президентом мира, хоть президентом Америки. Вообще без разницы. Самое главное, что ты будешь достоин. Ты будешь достоин, Дэн. И только это достоинство, оно сделает тебя настоящим человеком. Громкий Дэн, вспоминая эти слова, очень сильно грустил. Его отец был человеком суровым. Эта суровость очень часто проявлялась в колоссальной жестокости. И Дэн помнил эту жестокость. Его не только били. Его постоянно ругали. Ему запрещали многое. Ему запрещали общаться с людьми. Ему запрещали заводить друзей. Громкий Дэн прожил практически всю свою жизнь в гордом одиночестве. Именно это сделало его таким. Громкий Дэн. Сколько всего он вытерпел за свою жизнь. Сколько всего ему пришлось пройти. И Афина хорошо понимала, что только такой сломленный человек мог выполнить ее задачу. План Афины был проработан до самых мелочей. Громкий Дэн действительно был пешкой в ее игре. И Громкий Дэн должен был выполнить ту самую роль, которую не смог бы выполнить никто. Вооружившись этими самыми доспехами, только Громкий Дэн смог бы оказаться в столице и уничтожить там огромное количество инопланетян. Но зачем Афине уничтожение первых миров? Зачем Афина пытается развалить ООФ? Почему Афина выступает против всех? С чего бы искусственному интеллекту заниматься такими делами? Это все интересные вопросы, о которых Громкий Дэн не мог даже задуматься. Громкому Дэну было плевать. Громкий Дэн, родившийся в городе Нашвилл, штат Теннесси, конечно же, даже и не думал обо всем этом. Потому что какая разница? Ведь отец говорил «Ху ли ты учишься на отлично? Мелкий хуесос. Твои отличные оценки, они тебе че, блядь? В жизни помогут, блядь? Ну и че у тебя вот по химии, блядь, пятерка? Ну и нахуй тебе эта химия? Ебать. Нахуй тебе эта химия, еб твою мать. Ну и че ты, блядь, с этой химией будешь делать? Все равно метафентамин, блядь, не сваришь на этом. А если сваришь, тебя, сука, посадят. Блядь, будешь тела подкидывать, в жопу себя, блядь, засунь вот эти яблоки, блядь, Ньютон, хуют он, блядь. Блядь, ебанулся, что ли? Отличник, не отличник, сука. Блядь, еблан. Нахуй ты литературу считаешь? Джек Лондон, блядь, Джек Лондон, сука. Нет, нахуй. Билл Париж, не Джек Лондон, сука, блядь. Какую-то хуйню, блядь, писал про ебанового, блядь, какого-то сука волка, блядь, белый наклык, блядь, Мартин Хуиден. Я когда-то хуйню читал в школе, я просто, блядь, отупел. Вся, вся эта хуйня, это литература, блядь, это химия, это, блядь, физика, это, блядь, математика. Нахуй все не нужно, блядь, Дэн. Тебя всему нахуй улицы научат, понял, блядь? Улица, блядь. Улица, сука, тебя, блядь, я буду учить тебя жизни. Я, блядь, расскажу тебе, как все нахуй устроено. И если ты, блядь, не готов этого принять, ну, блядь, Дэнчик, тебе придется очень многое, очень многое вытерпеть. Ведь мы, блядь, живем в Бостоне. Ты родился в Бостоне, блядь. И в этом Бостоне, сука, ты должен умереть. Где родился, там и пригодился. И я здесь родился, и твой отец здесь, мой дед здесь родился, и мой отец здесь родился, и твой дед, блядь, здесь родился. Это один и тот же, блядь, человек, Дэн. Мы все, блядь, здесь родились, и мы здесь умрем, блядь. Мы будем работать. Будем, сука, работать во славу этого, блядь, мира, во славу Америки. Make America great again, блядь, Дрен, ебать. Понял? Сука. И я тебя, блядь, воспитаю настоящим мужиком, блядь, как ковбой, блядь, будешь бегать за коровами, стрелять из пистолета, блядь, в шляпе, а не вот эта вот вся хуйня, где ты там, блядь, в каком-то обоссанном офисе сидишь с какими-то, блядь, пидорасами, с серьгами в ушах. Мы нормальные мужики, блядь. Я нормальный мужик. Я, сука, сделаю из тебя нормального мужика, блядь. Я воспитаю, блядь, тебя таким, сука, каким ты и должен, блядь, быть. Настоящим, блядь, мужиком. Если бы вся Америка состояла из таких, блядь, сука, настоящих, блядь, мужиков. Мы бы, блядь, такой мир построили, пиздец. Мы бы, блядь, Советский Союз развалили, блядь, еще в... в... в 1916-м, нахуй, году развалили, блядь, сука. Убили бы, нахуй, Ленина, блядь, и Сталина, блядь, до их, нахуй, рождения еще бы, блядь. Сбросили бы со скалы этих хуесосов, блядь. Мы бы, блядь, этих коммунистов, блядь, просто раздавили бы, нахуй. Мы бы Энгельса и Маркс ублороды, блядь, оторвали, нахуй. Пиздили бы их ногами, блядь, понимаете? А нет, блядь, не было у нас таких мужиков, как я, блядь, и твой дед, и твой прадед. Все, блядь, были, сука, мягкотелыми, хуесосами, блядь. И вот сейчас эти пидорасы все в офисе, блядь, и феминизм свой, сука, блядь, распространяют, блядь, и ебутся, блядь, в этих общих, сука, туалетах с трансгендерами, сука. И меня это, блядь, бесит, сука, сын. И я буду пиздить тебя за это, блядь, чтоб ты, сука, не стал таким, блядь, чтоб ты не стал жирной, сука, тварью. Я буду хуярить тебя целыми, блядь, днями, блядь. И ты, блядь, сука, будешь понимать, что, сука, нельзя быть, блядь, таким хуесосом, как все эти, блядь, пидорасы вокруг тебя, блядь. И я буду пиздить тебя, пиздить целыми днями, чтоб ты не стал ебаным феминистом, блядь, пидорасом или, сука, ебаным трансгендером, блядь. Ты никогда не станешь ебаным оленем с твича, сука, ебаная, Блядь, ты никогда не будешь в бассейне, блядь, жопой вертеть, сука, пидор Ты не будешь, блядь, заводить свой пидорский онлифанс, блядь И никогда, сука, слышишь, ты никогда, блядь, не проделаешь В своем ёбаном обоссанном, блядь, ухе, ёбаную серьгу, блядь Никогда не засунешь никакие кольца, блядь, на свой ёбанный палец не наденешь Так тебе сказал твой батя, блядь Слушай меня, блядь, слушай меня, блядь, громкий Дэн Именно я, блядь, именно я Именно я, блядь, буду тем, кого ты будешь слушать Сука, иди сюда, я тебя сейчас отпизжу Я тебя, блядь, пиздить сейчас буду Уёбский ты пидорас, блядь Я тебя отхуярю Иди сюда, Дэн, куда ты убегаешь? Хули ты бежишь на кухню, тварь мелкая Сука ебаная Я тебя... Стоп, что, Дэн? Дэн, стой, 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 зачем ты взял нож? Нож! Дэн, Дэн, хватит, хватит бить меня ножом Дэн, Дэнчик Я твой отец Я хотел воспитать Дэн Дэн, Дэн, Дэн Зачем ты меня бьёшь? Дэн, Дэн Я ж хотел как лучше, Дэн Я хотел как лучше Я хотел, чтобы всё получилось хорошо Не пей меня ножом Дэн, Дэн Ты пробил моё сердце, Дэн Дэнчик Мне больно Я умираю Мне очень больно Я не знаю, что мне делать Моё сердце кровоточит Ну и чего ты на меня смотришь? Зачем ты это сделал? Я просто хотел, чтобы ты стал нормальным человеком И в итоге Дэн меня убил Зачем ты меня убил, Дэн? Наверное, придётся Открыть себе тайну Дэн Иди сюда Иди сюда Послушай меня, Дэн На самом деле Ты приёмный Я никогда не был твоим отцом Мы с матерью Просто взяли тебя в детском доме Да, блять Вот именно Ты приёмный, блять Ты Отпрыск Ёбаного Теда Банди Псдец Мы думали, что мы сможем воспитать тебя нормальным человеком Ну вот они Гены твоего отца И, блять Отпрыск Теда Банди Ублюдок Бастард Обычный выблядок Блять, жизнь покидает меня Сука, ты меня убил Я тебя ненавижу, Дэн Именно Такого выблядка Мы воспитали Блять И я думал, что я смогу воспитать нормального ребёнка, Дэн И тогда Отец Дэна Умер А громкий Дэн Засмеялся Засмеялся Потому что он наконец-то избавился От обуза Он наконец-то избавился от этого старого Уёбка Который постоянно его избивал Дэн очень гордился тем, что убил своего отца Тогда Давным-давно И он до сих пор считает это Самым правильным поступком Из тех, которые совершил